Привет всем! Сегодня нас ждет увлекательное путешествие в Болгарию, но, к сожалению, не долго, потому что персонаж нашего сегодняшнего выпуска, к сожалению, не Юрий Шатунов, а, следовательно, не достоин того, чтобы долго о нем говорили в нашем выпуске. Началось с того, что нам скинули ссылку на блогера, который известен, к сожалению, очень нехорошими вещами, которого я никогда не смотрел и желания никогда не испытывал. Недостаточно было его кричащих заголовков, просмотров у него всегда немного и всегда какая-то чушь в заголовках. Ну, по поводу того, там, не знаю, до стен Кремля эти агенты шли 15 ночей, например, вот так вот. И какая-нибудь такая фотка привлекающая. В общем, скинули на него ссылку, мол, посмотрите, оказалось, что этот человек, болгарский принц, гигант мысли, отец русской демократии и просто особо приближенный к императору, покатил бочку против ЮШЖ. Я вам объясню, что ЮШЖ это не наш канал, где сейчас там 2000 подписчиков в с лишним. Это огромное сообщество, которое вообще-то существует в ВКонтакте. Мы там в основном, я это уже говорил, там нас более 10 тысяч. И вот, в принципе, этот человек плюет в нас всех. То есть не конкретно-то в меня, не конкретно-то в моих коллег, которые тоже записывали, кстати, эфиры ранее. Он плюет в нас всех. Интересно, с чьей подачи, как вы думаете? Давайте теперь послушаем, что он о нас несет, а после я продолжу. Все, конечно, слушать не будем, там очень много у него, как всегда, воды, оправданий, что вот я такой хороший, а они такие плохие. Мы с вами просто немножечко послушаем, что он несет у нас. Канал Юши Ж, Юши Ж, но жив, видимо. Не смотрели? Ну, разок, а последний, особенно когда превратили это все в какой-то гнусавый еще, голос заказывали, а еще что-то больнее. Ну, то есть, ну, уж тогда хоть в нормальном говорите. И так уже заказывали. Я за кадром-то не смотрю, только из уважения к людям, которые там ссылку мне кинут, посмотри. Ну, я не помню, там был какой-то один канал, потом какой-то или другой, или это тот же канал, они же меняют, зачем-то голоса. И был один, где проговорили все то, что мы с вами, вот пепел, увезли, да, в Германию развеивать, а там нельзя развеять. Мы требуем ответа, где пепел, а вот, например, на этом канале проговаривают это же и говорят, вот, значит, что он жив. Я говорю, что это такое, я же не врач, я не умею лечить, я же не смогу с одного раза в голову попасть нужным лекарством. Как же я могу помочь автору канала? Если я говорю, что мне нужен ответ, почему следствие не завели, почему сказали, что вторая часть праха в Германии, а там развеять нельзя. Я не знаю, может быть, и можем, может, они особенные. Почему что-то название канала поменял? Я вопросы задаю, я не даю ответы, я задаю вопросы. Появляется какое-то, я вот, что-то, создаёт канал и говорит, это вот вывод. Я вам скажу, какой вывод, пожрать, пожрать. Вот Шейнин, понимаете, он сколько не жрёт, вёдра наполняет, устал, видимо, устал, крантик у него уже совсем там, уже не держит даже тогда, когда надо. Да, и нужны помощники, которые, да, и для чего это делать? Для того, чтобы заработать, потому что, да, ну, хотите, я следующий ролик назову, или что он жив, и будет в два раза больше просмотров. Вот, мне просто не просмотрен уже, скорее, кружка, вот, видите? Ну, видите ли, ну, понял? Такие вещи приходится объяснять. Говорю, что канал, что, ну, жив, сам Юра там говорит перевёртым голосом, а, ну, всё, понял, всё, 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 всё способно превратить в юмор. Вот, что вы за народ такой. А, даже если будет доступ к памятнику, доступ к памятнику, замечательно. Снизу, или, так, сбоку, сверху. А, так, извините, Оля, за горький юмор, размешали меня тут просто ранее. Так, даже все храналипозы к памятнику допускают, когда-нибудь и Кудряшова к его памятнику допустят. Так, Росгвардия дорого стоит, чтобы их охранять, а Кудря жмот. Ну, может, так, я не знаю. А, тут что-то, кто? Дэнни разошёлся, ну, и он ещё вернётся. Так, Фейсерс, ещё один бред, это, так, мошенник прикрывается помощью для животных. Придумал тоже два в одном, да, кто-то, кто-то. А, а, это про какого-то блогера, да, который там... Ну, вот, в общем, так, выборку такую сделал. Ну, значит, какие тут обвинения? Во-первых, вопрос, больные ли мы? Ответ, уважаемый, точнее, неуважаемый болгарский принц. Конечно же, мы здоровые. Вот ты там кричишь, что ты не доктор, что ты там выстрелом не сможешь. Неужели? А мы-то думали доктор. Мы полагали, что сможешь, а ты вот за ним мог. Какой ужас. Что за бред ты несёшь? Я понимаю, что в интернете 90% крутые, которые уверены, что они могут нести абсолютно всё, что угодно. И ты один из них. Сидя в Болгарии, ты постоянно делаешь различные политические вбросы. Если бы ты сидел в России, ты бы таким смелым не был. Получается, твоя смелость ровно пропорциональна твоему географическому положению. Вот такой ты герой, такой ты гигант мысли. Итак, на твой вопрос, больные ли мы? Ответил. Нет, не больные. Не нравится голос? А будешь слушать его. Пока никто из моих коллег не захочет записать эфир. Не нравятся? Твои проблемы. Ты мне тоже не нравишься. Я тебя не смотрю. И никогда в жизни про тебя бы ничего не стал писать и говорить. Настолько ты неинтересный. А ты о нас говоришь. И с трудом сдерживаешь агрессию. Заметно. А почему? Ну, наверное, потому что завидуешь. Какая аудитория у нас и какая у тебя? У нас в ВКонтакте, где, собственно, мы находимся, в основном более 10 тысяч подписчиков. Это здесь, на канале 2,5. Но это временно. У нас огромное сообщество, и уже в которое ты, в принципе, плюнул. Публично. Далее ты еще упрекнул нас, что мы мошенники, которые зарабатываем на якобы помощи животным. А мне кажется, что мошенник ты, который завлекает громкими заголовками и требует зарплату. У тебя на канале написано на зарплату ведущему. Мужик, иди работай на завод. Там тебе будет зарплата. Мужик работает руками. Прекрасно. По-моему, хорошо. Вот я, в принципе, когда про тебя слышал, я думал, что ты такой, ну, низкосортный такой блогер, ну, потому что такие заголовки неадекватны. Кстати, я вам сейчас зачитаю несколько его заголовок, ну, чтобы не быть голословным. Чтобы вы поняли, что он обычно мелет. Например, жена Юры Шатунова показала народу все прелести. Срочная новость. Скончалась жена Шатунова. И там на заставке российский флаг. Далее, его сгубили деньги. У стен Кремля не выжить. Люди теряли сознание от происходящего в самолете. Новый случай поджога военкомата. То есть, понимаете, примерно, откуда ветерочек дует. Русофобское, противороссийское, такое антироссийское настроение. СВО это плохо. Еще только не хватает тому, какого-нибудь лексикона, типа, вы расисты. Он к этому, в принципе, и склоняет народ. Там, я так понимаю, с ним сидят лютые русофобки. Ну, кто другое адекватно будет его слушать. И сплетники, которые всякую грязь любят. Потому что он публикует только грязь. Там, наверное, про ориентацию у него что-нибудь есть. Какие-то видео. Я не сомневаюсь. Даже в этом просто листать всю эту дрянь его не буду. И сколько у него там просмотров? Две тысячи пятьсот. Тысячи пятьсот там за две недели. Какой-то смех. Поэтому у меня есть подозрение, что этот человек, в принципе, начал на нас катить. Потому что хочет, ну, пиара. Чтоб мы как-то его пропиарили. Я думаю, что эта личность в пиаре-то как бы не нуждается. И вы ее знаете. Просто если встретите, то плюнете в экран и выключите этот бред. Вот смотрите, он говорит. Я вам зову следующий ролик. Юра, что у нас жив? У меня будет куча-куча просмотров. Ну, ты уже назвал. И у тебя уже были такие названия. Что-то нет у тебя кучи просмотров. А почему? Может, потому что ты нечистоплотный человек, грязный балабол? Насчет клеветы, что мы мошенники. Обоснуй. Я, конечно, понимаю, что там тебе поддакивают тетки. Обычно это уже глубоко пенсионного возраста. Я, в принципе, уважаю любой возраст. Но здесь объективно только старый, неадекватный какой-то, состоявшийся в жизни человек, у которого нет ни мужа, ни жены. Только интернет, только образ Шатунова может такую чушь нести, что мы зарабатываем, оставляя ссылки на фонд. Любой человек более или менее в адеквате перейдет по ссылке и увидит, настоящие это фонды, ненастоящие. Там можно связаться с руководителями фонда, с волонтерами. Так что все твои выкрики о том, что у нас мошенничество, это все пшик. Твои мечты и фантазии. Мы, слава богу, не мошенники. А за тебя вот вполне можно притянуть за эти слова. Вот. Ну, радуйся, что в Болгарии. И за языком-то лучше следи. Болтаешь, не пойми что. Вот язык у тебя так болтается, как тряпочка. Че попало, мелишь? Пол ролика оправдывался. Пол про какую-то чашку нес. Что стук чашки, значит, Шатунов жив. Несешь полный бред. Я, в принципе, не имею склонности критиковать и как-то троллить других людей, которые занимаются какими-то расследованиями, если они сами какую-то гадость не делают. Но ты вот очередное доказательство. И вот хуже какой-то базарной тетки себя видишь. Какие-то вбросы, непроверенные. Какой ты вообще следователь после этого? Ты даже не проверяя информацию, что-то лопочешь. Был бы ты нормальным следователем, ты бы прошел в нашу группу ВКонтакте, изучил бы ее, что мы ее ведем с августа того года. И ты появился с этой темой намного позже и стал зарабатывать. У тебя монетизация в Болгарии подключена, а мы-то в России. Ха-ха-ха. И у тебя я на зарплату там руку протянул. Ты на зарплату просишь. Мы на зарплату не просим. Мы помогаем животным. И этим гордимся. А ты и такие, как ты, которые считают, что мы мошенники, это не люди. Нам они не интересны. Захлебнись в своей желчи, в своей злости, в своей зависти. В этом своем маленьком тухлом мерке. Чувак, ты смешон. Абсолютно все твои слова без доказательный вброс против нас. Чувак, займись делом. Уже не мальчик, уже не молодой. Что за хрень ты несешь? Только такой вопрос к тебе. Слышал звон, не знаешь, где он. В отличие от тебя, мы досконально рассмотрели все пункты, указывающие на то, что Юрий Шетунов жив. А ты так сидишь и за ком мелешь. Что-то про прах там ляпнул. Что-то еще про что-то ляпнул. А так досконально, как мы, ты не работал. Ты завидуешь. Банально. Я тебе больше говорить не собираюсь. Можешь и зайтись там на жидкое, вместе со своими поклонницами, которых, судя по всему, три человека. И, отвечая на вопрос, больны ли мы, чувак, судя по названиям, заголовкам твоих видео на твоем канале, больной ты как раз ты, ЮШЖ рулит всем нашим фанатам, поклонникам, всем нашим соратникам. Привет. До встречи.